Ирина, ты где? Ирина, ты здесь? Не может быть, неужели она превратилась в ландерину? Черт, что происходит? Ирина! Где ты? Ой, ребята, какой... Это точно не Ирина. Спасибо. Всем привет, ребята! Только что я получила зелье, которое я заказала на сайте Darknet. И сегодня в 3 часа ночи мы будем пить это зелье. Ребята, это зелье слендеринное. Ребята, кто не знает, это просто ужасная женщина. Плачущая женщина, которая сошла с ума, слетела с катушек и утопила в пруду своих детей. Потом, когда она осознала, что она сделала, она начала рыдать и плачь. Ее слышен был повсюду после того, как она, по-моему, даже после этого проступка покончила с собой. И после этого она начала забирать плачущих детей или вообще просто всех детей. Если вдруг вы слышите плача женщины, значит, это слендерина идет за вами. И сегодня зелье с Darknet слендерины у нас с вами в руках. Посмотрите, оно ярко, алого цвета, красного, как кровь. И, видимо, одним из важных ингредиентов для создания этого зелья были слезы, слендерины, ребята, потому что она плачет. Это логично. Ребята, сегодня мы будем пить, и на некоторое время мы должны будем превратиться или увидеть в ту самую слендерину. Ну, вообще, я думаю, что где-то это действует. Не совсем долго все зависит от того, сколько ты выпьешь зелья. Если ты выпьешь чуть-чуть, я не знаю, там, может, на пару секунд ты станешь слендериной. Если выпьешь все, то, возможно, даже на несколько дней. Я не знаю, что произойдет. Я надеюсь, что все будет под контролем, ведь со мной снимает мой оператор Дима. Всем привет! И он будет контролировать, как все это будет происходить. Так, ребята, все, я думаю, что это достойно лайка. Давайте уже с вами выйдем на улицу, потому что я боюсь, что меня может сблевать дома. И попробуем зелье слендерины в 3 часа ночи. Итак, ребята, мы с вами уже на улице, и теперь мы будем открывать это зелье слендерины. Боже! Это, наверное, первый раз, когда оно ничем не пахнет. Оно не имеет запаха абсолютно. Чем-то приятным пахнет? Как, наверное, как слезы. Нет, вообще ничем не пахнет. То есть ты когда-нибудь слезы свои нюхал, они ничем не пахнут. Но они, по-моему, ребята, соленые на вкус. Ни разу не пробовали свои слезы на вкус. Они соленые. Вот. Я не знаю, возможно, и это зелье тоже будет соленым. Не знаю. Вы знаете, что очень опасно вообще пить то, что тебе приносит незнакомый человек, и то, что заказано с сомнительного сайта, и то, что, конечно же, стоит немало денег. Потому что это зелье достаточно дорогое, и стоит оно, ребята, 250 баксов. То есть в долларах. Если это умножить в рубли, где-то будет, получается, так, 200 на 8. Дважды 8 сколько? Получается 1020. Как 20? 20 тысяч? 250 долларов 20 тысяч? Ну, это, грубо говоря, ну... Кому-то это дорого, кому-то недорого, но все же это стоит денег, и узнаем, какой эффект будет прямо сейчас. Так, ребята. Повторю, я волнуюсь. Ну, ладно, пробуем. Я была права. А оно соленое. Это зелье соленое на вкус. Еще можно отглотнуть. В принципе, послевкусие никакого нет, кроме как соли. Скорее всего, как я уже и говорила, одним из важных ингредиентов для создания этого зелья были слезы этой сландеринной, плачущей женщины. Я даже, наверное, могу выпить все. Ты... ты все выпил? Да. Ну, она нормальная. Нормальная зелья, нормальная на вкус. Фух. Так. Ну, что-то пока ничего вроде не происходит. Давайте с вами прогуляемся, что ли, а то что-то я волноваться начинаю. Так. Не знаю, или я замерзла, или руки мои дрожат. Ничего не ощущаю, честно сказать, пока нужно подождать, наверное, какое-то время, хотя бы минутку или две, для того, чтобы оно, наверное, провалилось там или впиталось в кровь. У меня только сильно почему-то мерзнут руки. Прям вот очень, прям, как будто на улице, я не знаю, минус 20. Мне прям коченеют руки. Черт! Че это такое? Ирина, у тебя руки по локоть мокрые. Я не знаю, почему они мокрые. Блин, они сначала были ледяные. Посмотри, у меня вся кофта мокрая. У меня руки мокрые. Посмотри, они все в ледяной воде. Слушай, я, походу, реально превращаюсь в ландерину. Она же топила своих детей. У меня руки теперь мокрые. И ощущение какое-то нафиг отвратительное. Черт! Нет, холодно. Мне так холодно и страшно. Я не понимаю. Черт! Все происходит. Ирина, зелья подействует. Зелья, походу, я превращаюсь. Слушай, только главное, смотри, если что-то будет происходить, ты меня свежи. Походу, она начинает вселяться у меня. Черт! Мои зельки! Ирина, что происходит? Успокойся, успокойся! Ирина, я пойду завожусь. Ирина, скорей! У меня что-то в горле! Скорей! Где вода? Ирина! Ирина, я бегу! Ирина, ты где? Черт! Ее нет. Ирина! Не может быть! Ирина! Где ты? Ирина, ты здесь? Не может быть! Неужели она превратилась в ландерину? Черт, что-то происходит! Черт, отлез! Ирина! Где ты? Там кто-то есть! Ирина, это ты? Ирина, это ты? Ирина, это ты? Неужели она превратилась в ландерину? Ирина, это ты? Ирина, где ты? Я нигде ее не могу найти! Нет, только не это! Черт, это кто? Это кто-то где-то? Ирина, это ты? Ирина, это ты? Черт, не справится. Надо держаться. Ирина! Черт, ребята, у нас работает! Ирина превратилась в ландерину! Ирина! Ой, ребята, какой! Это точно Ирина! Она превратилась в ландерину! Черт, не может быть! Здесь что, и вправду работает? Не может быть! Подойди поближе! Черт! Это сландерина! Это сландерина! Ребята, вы видите? Это сландерина! Она идет сюда! Что, она хочет? Зачем она идет ко мне? Ирина, это ты? Ирина, что произошло? Черт, все, все, все! Ты превратил в ландерину! Я была внутри нее! Она как будто поглотила меня! Хорошо, что зелье закончилось! Потому что еще бы чуть-чуть, и я бы, мне кажется, там утонула внутри нее, как будто омут воды и слез. У нас это невероятная боль, ребята! Это было самое криптовое зелье, которое я пробовала! Если вы тоже считаете так, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал! И скоро мы с вами увидимся в новых видосах! Пока!